зависимых аптек, главе Альянса фармацевтических ассоциаций, кандидату фармацевтических наук. Виктория Валентиновна, пожалуйста, интересно ваше мнение на данную проблему. Слово вам. Здравствуйте, коллеги. Сейчас посмотрю, как подключить презентацию свою. Так, так, так. И сюда. Экран. Так, видна презентация? Да, все видно, Виктория Валентиновна. Да. Прежде всего хочу поблагодарить тоже Сергея Васильевича и Дмитрия Анатольевича за предоставленную возможность и вообще за такой очень актуальный круглый стол. В настоящий момент, мне кажется, мы все переживаем непростые времена и именно сегодня надо понять, как мы должны трансформироваться в области, в том числе образования и развития именно аптечных кадров. Поскольку я представляю аптечную организацию, аптечную ассоциацию, и мы представляем более 15% рынка розничного, да. Хотелось бы констатировать, что сейчас аптечное сообщество непосредственно переживает определенный кризис. Мы все это понимаем. Это связано с падением общего имиджа профессии провизора, именно аптечного работника. И с нестабильностью самого аптечного рынка на провизора возросла очень нагрузка эмоциональная и физическая в связи с теми изменениями, которые происходят сейчас на рынке, в связи с достаточно сложной ситуацией пандемии. Наши провизоры оказались на первой линии работы с пациентом. Это не всегда просто. И вместо того, чтобы поддержать именно провизоров, именно аптечных работников, иногда мы наблюдаем совершенно другое отношение с нестабильностью каких-то регуляторных мер. Постоянно принимаются какие-то ограничительные меры, возрастают проверки и так далее. И все это, конечно, приводит не очень к хорошим, так сказать, тенденциям. Во-первых, как я уже сказала, при падении общего имиджа профессии у нас теряется уважение провизора самого к своей специальности. И все эти данные, мы провели некоторые исследования, все эти данные выливаются в то, что в этом году мы видим большое сокращение количества аптечных учреждений. Вот буквально за этот год где-то порядка 1200 аптек ушли с рынка. И если мы посмотрим, какие это аптечные учреждения, мы увидим, что, безусловно, это одиночные аптеки и малая локальная розница. Это как раз те аптеки, которые, с моей точки зрения, обеспечивали наибольшую доступность лекарственного обеспечения в отдаленных регионах и в труднодоступных. Поскольку не всегда эти районы являются самыми выгодными для развития розничной сети, и туда не всегда идут федеральные сети. Я думаю, что вот эта тенденция к сокращению количества аптечных точек, она будет сохраняться. При этом на прошлой неделе мы буквально провели опрос провизоров и фармацевтов, которым задавали некоторые вопросы. Вот считаете ли вы, что существует определенный дефицит кадров в аптеках? Да, так считают 76% провизоров и фармацевтов и заведующих аптек, которые аптечных работников, так сказать. И мы этот дефицит кадров, безусловно, ощущаем. Игорь Анатольевич сказал, что половина студентов готовы идти в аптеки. Из своего личного опыта я могу сказать, что последняя лекция, вводная лекция для фармфака первого АМИДа. И мой вопрос, кто же собирается идти в аптеку, из почти 300 студентов уже фармацевтического факультета была всего одна рука. То есть тут существует небольшой такой перекос. И он связан с теми проблемами, которые я изложила выше. И, безусловно, нам хотелось бы, чтобы уже начиная до вузовского образования, уделялось большее время профессиональному образованию в будущем, профессиональному еще до вузовское образование. То есть для этого, безусловно, нам нужно вместе действовать в этом направлении. Дальнейшие какие еще вопросы мы задавали? Уровень, как оценивают уровень знаний в системе обучения? Так, нет, вот, вот, простите. У кого выше уровень знаний? У провизора или у фармацевта? Почему возник такой вопрос? Потому что, ну, на самом деле было такое мнение, что прикладные знания достаточно высокие у фармацевты. Ну, вот наши провизоры оценили знания провизоров, конечно, безусловно, выше. И мы подходим к тому вопросу, который очень часто задают наши аптечные работники и который очень актуален сегодня. Это непрерывное фармацевтическое образование, которое вводится, становится теперь обязательным и приходит на смену привычной системе сертификации. На сегодняшний день по нашему опросу, конечно, привычной системе сертификации доверяют большее количество респондентов, именно 74%. Среди причины, по которым не доверяют непрерывному образованию, я назову чуть позже. Для провизоров удобнее обучаться на привычных курсах повышения квалификации, хотя и вебинары, и дистанционное обучение оценили 44%. Это достаточно высокий процент респондентов. И мы, конечно, задали тот вопрос, который сейчас волнует достаточно многих. Нужны ли в настоящее время производственные аптеки? Подавляющее большинство, почти 70 респондентов, аптечных работников считают, что, безусловно, такие производственные аптеки нужны. А если нужны такие аптеки, даже не если нужны, а мы констатируем этот факт, что они нужны, и во всем мире, в общем-то, производственные аптеки функционируют. И сейчас, когда развивается персонализированное отношение к пациенту, производственные аптеки просто необходимы. И, безусловно, для того, чтобы они у нас функционировали, начали функционировать так, как раньше это было, и развивалась их работа, нам нужны правильные кадры. На сегодняшний день, конечно, если мы говорим об общем дефиците кадров в аптечном сегменте, то дефицит кадров для производственных аптек, для экстемпоральных аптек, он вообще, конечно, безумно чувствуется. И те предложения, которые касаются фармацевтической технологии, были озвучены Игорем Анатольевичем. Конечно, мы поддерживаем и со своей стороны готовы подключиться к вопросу развития, к развитию этого вопроса. Почему же наши провизоры не совсем доверяют системе непрерывного фармацевтического образования? К сожалению, на сегодняшний день эта система не является совершенно прозрачной и сложной, непонятной, времезатратной для провизора. Нет четких критериев и стандартов, по которым оцениваются специалисты. Правила часто меняются и возникает очень много вопросов у провизоров, которые они не в состоянии решить сами. Что их еще смущает? Это платная система обучения. Цена увеличилась в разы. И если раньше сертификат, который оплачивал работодатель, он там был раз в пять лет, и работодатель шел на это, то теперь провизорам и фармацентам приходится оплачивать эту систему самостоятельно. Часто отмечают еще несоответствие тем по повышению квалификации именно той текущей квалификации, которая имеется у провизора на сегодняшний день. Очень многие обращают внимание, что сейчас прохождение обучения необходимо в рабочее время и констатируют узкий круг тематических вебинаров. На самом деле здесь очень хорошая идея непрерывного образования, она используется во всем мире, мы с вами об этом знаем. Но на сегодняшний день наша система непрерывного образования, она так застыла в неком зачаточном состоянии и не делает шаги ни вперед, ни назад. И мне кажется, тут мы очень рассчитываем на то, что мы будем на связи с вузами и с теми, кто эту систему двигает. Конечно, хотелось бы иметь большие контакты с Национальной фармацевтической палатой. Я, к сожалению, вот их сегодня не вижу, у меня были вопросы к ним. И, конечно, с нашим советом по профессиональным квалификациям, собственно, Национальная фармпалата и представляет этот совет. Мы несколько раз обращались к ним с предложениями и с просьбами более такой контактной работы, совместной работы, которая бы показала не только слабые точки в том образовании непрерывном, которое на сегодняшний день имеется, но и определила вектор развития на дальнейшее. Поскольку, безусловно, Юлия Геннадьевна права, высшее образование, образование провизоров, фармацевтов, фармацевтических работников, оно не может существовать отдельно от работодателей. И, безусловно, только рынок может определять, что ему надо, в каком количестве и какой дефицит кадров, какие проблемы есть на местах. Среди наших предложений я бы хотела сказать, я поддерживаю предложения те, которые высказали коллеги мои. И, безусловно, хочу остановиться на том, чтобы прежде чем идти дальше и развиваться, мы должны иметь основополагающие понятия отрасли фармацевтической так, как они должны быть. Например, фармацевтический работник, хотелось бы, чтобы это определение появилось в правильном виде. И в связи с тем, что у нас не определено фармацевтический работник и фармацевтическая организация не охватывает все виды профессиональной деятельности в отрасли, мы являемся одной из немногих стран, в которых вообще нет дня фармацевтического работника. Казалось бы, это не совсем по теме, но, тем не менее, это как раз идет в общей концепции и образования, и имиджа, и развития профессии как таковой. Мое предложение, если можно, тоже в резолюцию вместе с понятиями, с понятиями основополагающими, с разработкой, добавить и все-таки предложение о дне фармацевтического работника. Что я вижу большим недостатком, это то, что никто никак не говорит о фармацевтической услуге, которая на самом деле развита во всех странах. У меня там видно все слайды, да? ФИП, Международная ассоциация фармацевтической федерации, проводила исследования в 2017 году, где определила целых 44 фармацевтических услуги. И мы почему-то, когда говорим о фармацевтической деятельности, и сейчас вот много развивается, сейчас онлайн-торговля, да, мы, как сейчас очень некорректная реклама, отвлекусь немножечко, да, идет, когда Сберг говорит, не ходите в аптеку, покупайте у нас, у нас дешевле. Это очень некорректная, очень неправильная реклама. Никто никогда не заменит аптеку и никто никогда не заменит фармацевтическую услугу. Только человек с высшим фармацевтическим образованием, провизор, который учится, который развивается, который продолжает свое непрерывное обучение, может и должен предоставлять такую услугу. И среди международного опыта могу сказать, что достаточно много таких услуг. Это услуги надлежащего применения лекарств, услуги, направленные на продукт, который почему-то мы называем маркетингом и хотим забрать от аптечных работников. А это не совсем так. Первичная медико-санитарная помощь – это клинические фармацевты, которые тоже во всем мире набирают, клиническая фармацевта набирает обороты и очень востребована как одно из направлений образования. Проведение скрининговых тестов в аптеке, которое проводится сейчас во всем мире и которое оплачивается отдельно. Любая фармацевтическая услуга оплачивается отдельно. У нас вот об этом забывают, отсюда идет некое непонимание, недооценка аптечного сегмента как такового. Вот проведение скрининговых тестов, мне кажется, в настоящее время в данных условиях пандемии это очень и востребовано, и правильно, и мы тоже должны посмотреть в эту сторону. Ну, не буду перечислять все передовые услуги, но могу сказать, что и доставка лекарств, и ночные фармацевтические услуги, и приготовление простых и сложных лекарств – все это относится к фармацевтической услуге. И мое предложение, конечно, чтобы мы в резолюцию написали это как то, над чем надо работать. Ну, в общем-то, это все, что я хотела сказать. Еще раз надеюсь на то, что наше взаимодействие будет более активным, что наше СПК все-таки будет чаще обсуждать все эти вопросы с профессиональным сообществом. Мы для этого открыты, у нас есть все возможности, мы готовы предоставить любые данные. Как вот, если, Сергей Васильевич, у вас возникли такие вопросы, да, мы всегда на связи, мы всегда готовы этим поделиться, и всегда готовы обсуждать это в рабочих группах в любом формате, и, безусловно, всегда готовы выслушать вас, и очень ценим мнение наших вузов и нашего образования. Спасибо большое. Еще раз благодарю за возможность выступить и за такой достаточно прекрасный круг, скажем, тех, кто может повлиять на трансформацию нашего образования в дальнейшем. Спасибо. Спасибо. Спасибо.